Доброе-доброе пятничное утро всем нашим телезрителям! С вами Валерия Буваева и это «Утро Калмыкии». Заряд утренней энергии напрямую зависит от хорошего ночного сна. Многие специалисты советуют ложиться и вставать в одно и то же время. Причем ранний отход ко сну и ранний подъем физиологически заложены в организм человека самой природой. Утренняя активность способствует продлению красоты и здоровью всего организма на долгие годы. А защитный механизм, включающийся в работу при выполнении гимнастики, способствует нормальной работе каждой клетки организма. Выполняйте утренние упражнения правильно вместе с нами. Добрый день, дорогие телезрители! Рада вас приветствовать в этом новом дне. Он у вас сегодня обязательно будет самым счастливым. Но чтобы ваше настроение не падало, всегда занимайтесь спортом. И сегодня я вам покажу классную тренировку, которая очень быстро приведет вас в форму. Мне сегодня помогут Геляна, моя помощница, и также замечательная Татьяна. Итак, начнем! Первое упражнение у нас «Канька-бежец». Девочки уже заняли стартовые позиции. Отлично прокачивают ягодицы и ноги. Отводим ногу назад. Противоположную руку на носочек. И поехали! Попрошу Татьяну сделать более быструю вариацию для продвинутого уровня. Ага, отлично. А Геляна делает вариацию для новичков. Простое отведение ноги и обязательно ручки, как мельничные хвосты. Следующее упражнение «Берпи с разворотом». Геляна делает легкую версию, Татьяна – сложную версию. Итак, девочки, начнем. Заняли позиции. Татьяна делает упражнение с прыжком. И Геляна просто отводит ноги. Если вам тяжело и вы только начали, следуйте за Геляной. Затем перейдете на Танин уровень. Теперь мы будем делать упражнение «Спайдермен». Для этого необходимо занять позицию положения планки. И вперед будем выставлять ножки. Сначала начнем все одновременно. Поехали. Раз, два, наверх выдох. И теперь я попрошу Таню показать более сложную версию. Обязательность в этом варианте – нужно следить за дыханием, иначе сил не хватит. Таня, молодец. А Геляна делает простое переступание ногами. А сейчас мои любимые отжимания, но не простые, а золотые. Эти отжимания позволят вам хорошо прокачать именно плечевой пояс. Как они выполняются? Заняли позицию либо с ног, либо с колен, в зависимости от уровня подготовки. Делаем классическое отжимание. Наверх выдох и ручку наверх. Видите, как мы дышим интенсивно? Это обязательно, потому что существует пластический обмен веществ. Вот как раз сейчас здесь он и задействован. Сейчас у нас будет веселое динамичное упражнение. Оно вам обязательно понравится. А еще оно нравится нашим ножкам и талии. Итак, поехали. Справа. Обратите внимание, Геляна выполняет это упражнение без прыжка. Смотрим всегда не в землю, а вперед, на себя в зеркальце. Следующее упражнение отлично прокачивает ягодичные мышцы, малые и большие. Исходное положение 4 точки опоры. И поднимаем правую ножку наверх, выдох. Смотрите, я надела утяжелители. Если у вас их нету, то можете взять гантели. Если у вас нет гантели, то ничего страшного, выполняйте как Геляна. Самое главное, ножку вы не ставите на пол, а именно вот в динамике такой. Чуть-чуть отдыхаем. И следующее, это просто на другую сторону. Прямая спинка. Татьяна, видите, у нее груз, поэтому ее амплитуда может быть чуть ниже. Этого не стесняйтесь. Но в целом у вас нога должна быть параллельно вашему тазу. Обязательно дыхание. Ух ты ж, уже болят. В конце я обычно завершаю сет всегда статичными упражнениями. Но сегодня у нас всеми любимая планка, но под другим соусом, а именно обратным соусом. Посмотрите внимательно, как девочки выставились. Вот такая, так у нас выглядит обратная планочка. Мы тянем вперед обязательно носочек. Многие делают ошибку за счет того, что выдвигает носки вперед. Вот, нет, носок тянется вперед. За счет этого вот образуется такая струна. И это очень хорошее упражнение для мышц спины. Она разгружает спину. У тех, кого были спины, пожалуйста, стойте. Можно еще постоять. Ну что, хорошо тебе стоится, Геляна? Отлично. Вот мы и закончили свою тренировочку. Девочки, можете спуститься. Хочу сказать огромное спасибо своим помощнице, Геляне и Татьяне. А я вам, мои дорогие друзья, желаю всегда наслаждаться своими формами. Всегда быть на позитиве. Помните, вы лучшее украшение этого мира. Пока-пока. На встрече на Наткаун ТВ. Спасибо нашим оборожительным фитнес-тренерам. Ну а мы двигаемся далее. Конец мая у меня всегда ассоциируется с последним звонком, окончанием школы. Как сейчас помню свой последний звонок. Ну а потом не забываем выпускной бал. Это был фееричный вечер. Одноклассники в элегантных костюмах, девочки в красивейших платьях. К такому событию лучше подготовиться заранее. Советы от визажистов смотрите далее. Здравствуйте, меня зовут Анна и я визажист. Сегодня мы поговорим с вами о макияже на выпускной вечер. Хочу дать несколько советов нашим будущим выпускницам. Перед посещением салона необходимо хорошо увлажнить кожу перед сном. Также за неделю исключаются какие-либо косметические процедуры, например, это пилинги, чтобы дать коже время на восстановление. Также необходимо уделить особое внимание коже губ. Если кожа склонна к шелушениям, необходимо ее проскрабировать и увлажнить. Не пожалеете времени и средств на пробный макияж или же придите на консультацию к мастеру. Это необходимо для того, чтобы мы обсудили ваш образ и подобрали макияж. Одним из наиболее желанных видов вечернего макияжа по-прежнему остается смок и айс. Дымчатый макияж глаз всегда будет смотреться выигрышно для наших азиатских глаз. И еще большую эффектность добавит пигмент на глазах. Закрой глазки. Выпускной макияж – это всегда про юность и молодость. Мы ни в коем случае не хотим утяжелять образ наших выпускниц и подчеркиваем только их красоту. Будьте красивы! Спасибо, до новых встреч! Утро калмыки! Я открываю глаза, включаю свой компьютер. Там наверняка включается у меня обычно какая-то музыка. Нужно немного поваляться. Потом, естественно, нужно встать, умыться и понеслось там дальше, как обычно. Иногда можно и пробежечку утром сделать. Я ленивый, это не всегда бывает. Кем вы видите себя через 10-20 лет? Через 10-20 лет я себя вижу все таким же молодым, таким же энергичным, работающим в театре. А кем? Ну, актером, а пока только актером. А то, может, и режиссером, но это не важно. Важно то, что я буду в театре, я так думаю. А если бы не актером, то кем вы были? Я был бы врачом. Я учился. После школы я поступил в Пятигорскую фармакадемию. Там проучился, но понял, что это не мое. Вернулся в Элисту. Здесь поступил в училище искусств. На режиссуру театрализованных представлений. Мастером у нас была Татьяна Николаевна Михеева. Татьяна Николаевна, доброе утро. Вот, и после этого, еще не успел закончить на последнем курсе, в мае, меня взяли в русский театр. Где вы ищете вдохновение? Как вы отдыхаете? Отдыхаю с друзьями, отдыхаю дома. Вдохновение в книгах, в фильмах, в общении, в природе, в дожде даже. Расскажите о ваших хобби. Хобби. Когда-то давно, в юности, я занимался моделизмом. А, то есть собирал самолеты, танки, клеиш пластиковые. Потом все это забыл. У меня куча моделей было. Что-то подарил, что-то принес в театр. Но буквально недавно задумался. Но это во время пандемии. Потому как много что было закрыто. Работали мы только через всякие приложения, которые либо в компьютере, либо в телефоне. Ну, онлайн. И время было много. Никуда не пойдешь. И вспомнил про свое хобби. И начал, ну, как бы пытаясь восстановить то, что раньше делал. То есть сейчас собираюсь танки. Танк у меня Т-34 стоит пока. Потом у меня пойдут миги собирать будут. Ну, то есть вот такие. Еще давненько у меня стоит недоделанный корабль. Ну, это было из пластика. Это дерево. А вот его нужно тоже доделать. Ну, в принципе, время есть. Это занятие, которое... На котором отдыхаешь просто. После того, как куча людей, с кем-то общаешься, ты все равно тратишь свою энергию. А так приходишь, спокойно включаешь любимую музыку, садишься и туда полностью погружаешься и занимаешься любимым делом. А вот еще другое хобби, более активное. Это я и, ну, точнее, даже мой одноклассник, друг Ирни Ачарарайф, он основал клуб военно-исторической реконструкции «Тенгрии». И вот мы там занимаемся, и у нас есть кузнецы свои, военное дело, также и готовим. У него юрты. Юрты его стоят там, где проходил фестиваль тюльпанов. Он там живет, там занимается и готовкой традиционной. Ну, то есть стараемся как-то вникнуть в саму атмосферу реконструкции. 13-14 век. То есть если кто-то хочет отдохнуть, а если кто-то хочет к нам в клуб, чтобы ознакомиться с кузнечным делом, с военным делом, то есть это щит, меч, лук и все остальное, что с этим связано. И вот так тоже отдыхаем, знаете, очень полезно. То есть приезжайте к нам туда, за троицкой, там можете спокойно, хорошо отдохнуть. У вас есть обязательный ритуал перед выходом на сцену? Да. Это прийти на работу, повторить текст, загримироваться, одеться, надеть костюм. И вперед на сцену. А ритуал какой может быть? Просто ты сосредоточился, ты ждешь своего выхода на сцену. Либо не пропустите музыкальную реплику, либо текстовую реплику. Ну и вперед. А у всех разные. Кто-то крестится там. Ну там разные. Кто-то вообще там на колено опускается. Я, кстати, давно-давно, где-то в самом-самом начале, когда еще в школе в КВН играл, там что-то зачем-то там на колено приседал, что-то там в сцене молился. Ну и такое бывает по-разному. А есть ли у вас любимый персонаж, типаж? Персонаж чего? Роль какая-нибудь. Вам больше нравится играть положительных или отрицательных героев? Отрицательных. Расскажите, почему? Ну, положительные они обычные. Ну, скажем так, положительные мы возьмем классический. Это, допустим, принц какой-нибудь. Это у него какие проблемы? Нужно встретить любовь, завоевать ее. Ну и дальше свадьбы и жили они долго и счастливо. А у отрицательных персонажей они не такие однозначные. Их можно играть разными красками. Допустим, положительные только светлые краски. Там это не люблю, у них черное и белое есть. Эти плохие, эти хорошие. А у отрицательных персонажей там мазки гораздо тоньше, но или наоборот, они интереснее. А из отрицательных персонажей, которые, ой, даже не скажу сейчас, много их, много, выбирать долго. Вы отметили для себя какие-нибудь минусы в профессии актера? Минусы, их много. Вы скажите хотя бы немного. Немного минусов? Ну, это, наверное, ты все время поглощен театром. Если ты действительно любишь свою профессию, любишь театр, то ты все время им поглощен. Ты, если хороший коллектив, то есть сплоченный коллектив, сплоченная труппа театра, она становится не просто коллективом, когда ты приходишь, отработал свое время, посмотрел на часы и ушел, занимаешься своим делом, забыл об этом напрочь. Нет, театр – это другое дело, это семья, ты живешь им, скорее всего, есть в этом какой-то минус, то, что иногда ты просто не хватает по нескольким причинам времени на семью или друзей. Другие минусы – да, я не вижу, мне все нравится. Про зарплату говорить не буду. Сейчас век гаджетов, все смотрят в телефоне, спектакли, и бытуют мнение о том, что театр умирает. Что скажете по этому поводу? Все могут смотреть и в телефоне, и в телевизоре спектакли. Допустим, телеспектакли тоже интересно смотреть, если они очень хорошо сделаны, сняты на несколько камер, то есть режиссированы и режиссером, и режиссером, и оператором. Да, это интересно, но театр никогда не умрет, так же, как и листочки, ручки, книги, потому что театр – это живое общение с людьми, то есть человек приходит в театр, он не смотрит на экран, не надевает, допустим, 3D-очки, он видит в кино или там он видит то, что уже записано, то, что можно еще раз посмотреть, и оно будет все время одинаковым, все время тем же самым. Вы можете просто выучить это все, и оно никогда не изменится. А театр никогда не умрет, потому что он всегда жив. Жив не в смысле, как жив, он будет жить, нет, это имеется в виду то, что каждый спектакль играется по-разному. Никогда не бывает такого, что два спектакля подряд одинаковых, они будут идти одинаково. Это не бывает, потому что есть фактор зрителя, фактор актера, фактор человеческий. И именно этим хорош театр, живой театр, потому что там все эмоции живые, то есть зрительские эмоции, эмоции актеров живые. Вы этого не увидите на экране телевизора или на экране в кинотеатре. Также, мало того, что живые, вы, ну не знаю, вот если хороший театр, вы действительно верите персонажам, верите даже не персонажам, верите, вот думаете, ну вот вроде актер, да, я видел его. Видел его где-то там, где-то там, а вот здесь он совсем другой, здесь совсем все по-другому. И вы видите, что актер не играет роль, а ей живет, существует, это уже, допустим, не я, там, Леонид Сангаджиев или там Виктор Хаптаханов, а это вот персонаж, которому уже ты веришь, уже не видишь в нем, там, меня, там, или еще у кого-то. А видишь именно персонажа с такой историей, с таким именем, с его взаимоотношениями, с другими персонажами. И все это именно есть, вот, живая эмоция. Именно этим хорош театр, именно это в нем ценят ценители театра. И всем, всем, всем рекомендую ходить в театры. Это очень развивает. Обязательно ходите. Как на спектакли русского театра, так на спектакли национального театра, так же на спектакли обязательно приходите в театр кукол, который, мы надеемся, тоже скоро откроется, ему театр кукол. Удачи! Удачи, удачи, Леша, и всей вашей труппе удачи большой. В это воскресенье состоится спектакль «Очень простая история». Расскажите о нем. Очень простая история. Тут с этим спектаклем есть, ну, попросили хоть какие-то актерские байки, но это даже не байка, это такой вот момент. Мы играли спектакль «Дурочка», и в это время мне Александр Алексеевич Щеглов, ну, не в это время, конечно, до, дал мне пьесу. Вот, говорит, мы будем ставить спектакль, очень простая история, почитать после спектакля. Я говорю, а почему после спектакля? Он говорит, ну, затянет, можешь пропустить реплику, и, естественно, не выйдешь на сцену. Я говорю, хорошо, хорошо. Ну, а самому-то стало интересно. Я открыл текст, открыл пьесу, начал читать, зачитался, но я, конечно, не пропустил. Тут уже бывает такое, что мы друг друга, так сказать, подкалываем. Ну, и коллега говорит, ты чего зачитался, ты реплику пропустил, беги быстрее на сцену. Ну, я же все бросил, побежал на сцену, благо успел вспомнить, что, точнее, услышать, что пока еще время моей реплики не пришло, и вовремя остановился. Но вот так вот я зачитал святой пьесой. О чем спектакль? Спектакль о любви. Спектакль, в нем говорится о смертных грехах, но это, естественно, не о них, это о том, какие бывают люди, какие бывают животные. Там в центре стоит, в центре вообще всей пьесы, семья, отец, мать и их дочка, и рядом есть сосед. Отец, мать, дочка – это, естественно, благополучная семья в деревне, у них все есть, и есть сосед, у него есть сын, сосед, сам пьющий. Но, как всегда, между парнем и девушкой возникает любовь, ну и как итог любви, может появиться у них ребенок. И вот, в принципе, спектакль. Дальше сами смотрите, приходите в это воскресенье, обязательно, это очень хороший спектакль. Вы знаете, когда, вот, скажем так, десятый какой-нибудь, двадцатый спектакль был, когда мы вышли на поклон в финале спектакля, я, ну, так иногда бросаешь взгляд в зал, когда уже на поклоне, и где-то во втором ряду слева сидел парень, его, видимо, это очень сильно задел, спектакль этот, он сидел весь в слезах, он хлопал, у него были и слезы, и эмоции, и такие улыбки. Ну, я рад, что такой спектакль вызывает такие эмоции, это не только один парень, там, ну, многие, это хороший спектакль, очень, очень хорошо сделан нами, очень хорошо сделан Александром Алексеевичем Гоумом. Алексей, привет! Приходите обязательно. И вот в это воскресенье. А в следующее воскресенье у нас будет спектакль «Продвец дождя». Это история, пришедшая из Америки, там говорится о семье, это где-то 50-е годы, Америка, там в центре стоит семья опять же, «Лето, большая засуха, гибнут посевы, скот». Ну, в общем, спектакль об одиночестве, наверное. И о том, верить во что человеку приходит некто, и меняется жизнь у некоторых членов этой семьи. Тоже приходите 30-го числа обязательно. Тоже очень интересная история, поставлена Артуром Савановичем Качканяном, а музыку написал Евгений Александрович Медведев. Кстати, очень талантливые люди, обязательно приходите на этот спектакль. Мы будем рады вас видеть. Спасибо за столь интересную беседу. Леонид, у вас есть возможность нашим дорогим телезрителям передать «Доброе утро», пожелать чего-нибудь. Доброе утро. Я надеюсь, что каждое утро у вас будет добрым. Что когда утро доброе, и следующий день у вас тоже будет наполнен только положительными эмоциями. Когда вы вечером, либо придя с работы, либо откуда-то еще, придете к своей семье, обнимете родных, сядете у компьютера, у телевизора или еще чего-нибудь там, потом поужинаете, все это сделаете, и ночь у вас тоже будет спокойной. Также каждый день, доброе утро и спокойная ночь. Всем добра. До свидания. С 14 по 17 мая в городе Октябрьский, Республике Башкортостан, прошло первенство России по борьбе на поясах среди юношей и девушек 15 и 17 лет. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 23 регионов России. Калмыкию представлял воспитанник Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва Сергей Клименко, который занял третье место весовой категории до 55 килограмм. Юношеская сборная из Калмыкии приняла участие во всероссийской летней спартакиаде для детей с ограниченными возможностями здоровья с поражением опорно-двигательного аппарата среди юношей и девушек 14-18 лет. В соревнованиях приняли участие более 130 детей из 30 регионов страны. Наши спортсмены показали отличные результаты. В дисциплине бег на 60 метров заняла третье место и бег на 200 метров заняла второе место Яна Кальдинова, ученица 21-й школы Листы. В дисциплине прыжок в длину с места взял бронзу и четвертое место в дисциплине бег на 200 метров Данир Бембеев, ученик Булуктинской школы поселка Бурата Приютненского района. Сегодня 21 мая и 10 лунный день. Благоприятное для творчества, любви и духовных поисков время. Хорошо продвигаются абсолютно любые, как важные, так и не очень дела. Неприятные события, если и случатся, что само по себе маловероятно, то будут кратковременными и не принесут особо ощутимого вреда. Друзья, желаю всем хорошо провести выходные. Республиканский русский театр драмы и комедии продолжает свой сезон. И уже в это воскресенье на сцене Национального драматического театра состоится спектакль «Очень простая история». Начало спектакля в 17.00. Не упустите возможность приятно провести воскресный вечер. А у меня на этом все. Всем продуктивного дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова